Нет, вы знаете, такого сказочного системы строя, экономического, политического, который бы всем подарил сказку, потому что люди сами не являются идеальными, не являются сказкой. Значит, нужно просто адекватно, чтобы каждый, кто он есть, то и получал. И в этом смысле единственный объективный и работающий строй – это капитализм. Ничего другого, все остальное провалилось. Вот есть мировая история, она доказала стопроцентно, что только капитализм дает лучшие результаты, только это работает. Социализм, коммунизм не работают. Это приводит к нищете, к концлагерям и прочее. В социал-демократии у нас маленький опыт, очень маленький опыт, и с негативными, с негативными оценками, оттенками и действиями. Поэтому где-то скомпрометированы, где-то что. Но там, где есть социал, вот это социал, оно сразу портит, вот эта ложка дегтя портит бочку меда моментально. Поэтому я повторяю, не надо изобретать велосипед. Только свободный рынок, частная собственность, полностью свободная конкуренция. И не надо графоманить, лицемерить, обманывать невежественный народ хитренькими, сложными, двукоренными, однокоренными, иностранными терминами, подлыми, которые вводят в жизнь, оживляют необольшевизм. Не надо. Все очень просто. Провалились. Вы, ребята, коммунисты, социалисты, леваки провалились. А теперь хотите вы, значит, на богатстве капитализма, да, на Западе, устроить распилы, воровство. Да, пока расслабленные западноевропейские, американские люди, которые не жили при коммунизме, расслабленные, наивные, не понимая, что их обводят вокруг пальца. Такие, как Гуриев. Вот. И вот это очень просто. Поэтому, конечно, капитализм. Капитализм. Я повторяю. Все, что здесь вот создано приличного, качественного, все при капитализме. Перстни, картина, телевизор, телефон, освещение, там, вазы, гравюра, все при капитализме созданное. И вы посещаете, как туристы, музеи какие-то. Это все феодализм, капитализм. Это никогда не социализм. Вы же не будете посещать, как музей хрущевку и фотографируются на фоне нищей, ободранной стены, ковра, нищеты и прочее. Все очень просто. И качественные вещи. Любой совок мечтал иметь западные капиталистические качественные вещи. Я даже не понимаю, о чем мы сейчас говорим. Это настолько очевидно. Посмотрите на 20 век. Западная Европа и посмотрите на Восточную Европу. Посмотрите на Северную Корею и Южную Корею. Посмотрите на Китай и на Японию. Все же очевидно. И, конечно, экономика диктует политику. Там, где коммунизм, там тоталитаризм. Ну, в смысле, социализм, коммунизм, там тоталитаризм, авторитаризм, нарушение прав человека. Там, где капитализм, там свобода, свобода личности к ее процветанию. Все очевидно. Абсолютно очевидно. Дальше. 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 Дальше.